Ну, считается, что в Европе растет недовольство такой левой либеральной политикой Европарламента. В некоторых европейских странах появляются такие правые партии с таким националистическим уклоном. И у нас в России, значит, это идет как некая такая, вот посмотрите, в Европе тоже растет национализм, в Европе тоже есть политические силы, которые выступают против толерантности. Действительно, проблемы новые, и действительно в европейских странах не везде готовы к тем вызовам, которые появились с появлением такой массовой трудовой миграции. Ведь если раньше мигрант, там неважно, это мигрант из России, из Польши или из Алжира, он пытался ассимилироваться в стране, в которую он попадал, да, то есть он приезжал в Англию, он пытался стать англичанином, приезжал во Францию, пытался стать французом, то трудовой мигрант, который приезжает не жить, а работать, и при этом отсылает еще там часть денег своим родственникам к себе на родину, он не пытается ассимилироваться, тем более, ну, что он поработал в одной стране несколько лет, потом переехал в другую страну несколько лет, что ему каждый раз терять идентичность или каждый раз искать новую идентичность. То есть они, ну, сегодня уже такой факт, в лучшем случае сохраняют так называемую двойную идентичность. То есть они остаются поляками, алжирцами, русскими, и при этом, в нашем случае, там, условно говоря, туркменами, таджиками, вот, и при этом каким-то образом интегрируются, не ассимилируются, а интегрируются в жизнь местного сообщества. Эта интеграция иногда происходит, ну, негладко. Вот эта новая ситуация, безусловно, к ней должны быть готовы в том числе и силовики, да, там, полицейские, шерифы. И мне кажется, что Европе имеет смысл взглянуть на опыт Америки, когда такие нерешаемые проблемы с этнической преступностью, там, китайская преступность, итальянская преступность, они были решены тем, что разделение полиции на местную и федеральную привело к тому, что в местной полиции появились представители вот этих этнических меньшинств. То есть в китайских районах, в Нью-Йоркской полиции работали китайцы, в итальянской, в маленькой Италии итальянцы. То есть эта проблема достаточно новая, то есть для Европы, ну, до последних десятилетий, может быть, она действительно существует, но это не значит, что есть некая такая правота вот этих правых. Это значит, что они просто выросли как ответ на неготовность государств к новой ситуации. И я думаю, что у нас в стране точно так же, как и во всех других странах, вот предстоит решить, решать эти вопросы достаточно болезненные. Если они не будут решать, то, да, решаться, то правы получат большой политический вес.